вот там у нас уже видишь звук идет там такая шкала зеленая прыгает так сейчас мы включим другую камеру сзади вот она нас снимает с тобой сзади вот она стоит сзади этом еле укрепил как-то не знаю ремнями надеюсь что не упадет не знаю да друзья здравствуйте всем привет кто нас наблюдает с мамой вот мы напоминаю что находимся в столице новой зеландии городе веллингтоне и сегодня мы просто прокатим вас по ночному городу ну скажем так по вечернему времени сейчас без минут 87 51 и мы просто катаемся по ночному городу почему такая у меня возникла идея потому что в моем довольно таки обширном архиве по веллингтон в видеоархиве я имею ввиду почему-то вдруг обнаружилось что очень мало записей ночного вечернего города как-то вот никогда не особо не выбирался в течение уже многих лет в ночной город и не наблюдал его вот раньше это как-то было когда я здесь жил а вот сейчас как-то когда здесь наездами этого как-то не особо не бывает вот и решил компенсировать немножко этот провал в информации пробел небольшой поскольку веллингтон на город очень красивый ночью смотрится он очень красиво симпатично во-первых во вторых потому что город компактный небольшой в общем-то до любого края сити от до любого края города от сити то есть от делового центра от cbd очень так очень таки немного недалеко ехать вот и поэтому вот приглашаю вас в такую поездку поездка будет не напряжная сейчас мы в данный момент то есть у нас определенный какой-то определенного маршрута никакого у нас на эту тему нет вот просто сейчас я проверю там связь работает огонек горит все в порядке вот сейчас данный момент мы находимся с вами на аделайт роут это очень длинная улица одна из самых длинных и и одна из самых прямых наверное длинных улиц если не единственная такая длинная прямая улица во всем верингтоне дома как-то считаешь вот и она идет до не один километр это улица идет стадиона практически она идет чуть ли не от центра города она идет и до самого моря до самого моря найдет до района island bay до конца этого района island bay и в конце в конце этого района она упирается в море вот вот эта улочка по которой мы сейчас данный момент и едем как мы видим освещение еще не больно густое здесь в общем что-то видно но есть такие и темные фрагменты затемненные где вот не видно этого что происходит на этой улице то есть это не центральная скажем так улицам освещено до бизнесы которые работают или там с точки зрения безопасности какие-то там security огоньки горят где-то но в общем-то дежурная аптека но вот макдональдс само собой да он работает работает как-то так да да вот очень красивое зрелище представляет собой веллингтон конечно если на него посмотреть со стороны веллингтон-харбор то есть залива на со стороны вот of rand oriental parade как это место называется но вот of rand это как бы набережная по-английски и она еще имеет свое собственное название oriental parade как бы восточный променад что ли такое вот хотя хотя по-английски слово promenade тоже есть как бы как как променад мы сейчас огибаем bassin reserve он остался у нас справа сейчас это стадион на котором проходит это не самый большой стадион веллингтона самый большой west pack stadium на самый большой стадион он находится там в индустриальной зоне этот это не очень большой стадион здесь проходят всякие местные чемпионаты по регби в основном регби да здесь на пресс проходит вот сейчас это кент тирос да я правильно называю это кент тирос сейчас мы находимся на кент тирос вот эта улица известно тем что когда сюда приехал я здесь снял одни из самых своих первых фотографий в эмиграции вот на этой именно улице а ну как угодно мы можем дамом то есть у нас у нас у нас то есть как я говорю у нас нет точного маршрута мы едем куда за нам заблагорассудится нам вот так вот и прикольно да да то есть у вас этап у нас такой неказистый в машине но я решил проэкспериментировать впервые что он из себя представляет впереди на дэшборде то есть на торпеде стоит у меня камера gopro она значит с прикрепленным на ней с подсоединенным к беспроводным wireless микрофончиком роут производства австралии очень хорошие микрофоны эти они пользуются большой известностью и популярностью во всем мире вот и я закрепил этот микрофон значит у себя здесь на олимпийке и одну надеюсь что вам все хорошо слышно что говорю я и даже мамыри сидящие рядом вот а сзади а на заднем сиденье я укрепил у нас камеру canon camcorder и она с них с помощью ремней безопасности очень надеюсь что она не грохнется не съедет никуда я попытался это про попробовать протестировал но в общем посмотрим как она будет вот new world это так называется сеть супермаркетов мимо сейчас проезжаем new world это известный супермаркет супермаркет и такие во всей новой зеландии всего супермаркетов здесь сетей сколько существует нам new world потом существует каундаунс правильно понимаю каундаунс это австралийский вулварс в австралии то называется вулварс а здесь каундаунс и еще а здесь как вулварс как ты хочешь сказать что здесь есть каундаунс и вулварс одновременно как два разных супермаркета но вот этого я не знал я думал что это одно и то же только разные названия в австралии и новой зеландии подожди или есть что-то путаю ну ладно хорошо да да и вот отсюда начинается вот и франк вот начало где мы сейчас тронулись все пошло это же качета не понимаю что там происходит у нас вот пошла это набережная это самые дорогие дома это здесь самые такие старинные особняки если снесены это выстроены заново апартаменты с шикарной планировкой вот наверху готический кран вот это вот это арендал пары это наверху может видно дима я надеюсь что будет видно я надеюсь эффектно именно вечером его днем и не видно а вот вечером он освещено видно а лишь высоко направо надо да 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 ты езжай потихонечку так мы идем потихоньку на большой скобой здесь за деревьями прогулочная дорожка и дальше идет море и за бордюром уже вода зекома с тобой сейчас немножко сюда в сторонку съедим чуть-чуть здесь что есть здесь есть вот такое место ну-ка давай сюда заедем где находится этот самый так болот он и бэй это корабль на котором я работал уборщиком клинером это было очень давно на заре моей когда учил английский когда учился в университете вместе университете вот я работал на этом корабле которым который мы сейчас видим да перед своими значит на своих экранах вот кафе называется сейчас она раньше называлась так болт он и бэй кстати популярное место очень популярное место да прямо на воде как бы пристань там ресторан небольшой зал но люди очень любят сюда приходить и рождение отметить своеобразное местечко что ресторанчик стоит на воде когда-то это был какой-то пароходик какое-то плавучие судно а потом его причалили из него сделать ресторанчик мы сейчас вечернее время мы не видим воды но мы вам говорим вот мы подъехали подъехали прямо к самой воде до практически от нас вода в трех метрах от нас да вот здесь я проработал около 8-9 месяцев работал я здесь довольно много я рассказал подробнее об этой своей работе показывал эти фотографии снятые на этом буксире на своем канале 8 утра тебе до занятия и да так что так что вы можете да так что вы можете посмотреть это видео называется это я снял такой небольшой сериал документальный который назывался как я работал новой зеландии как я жил и работал новой зеландии и вот один из них одна из серий которые там была опубликована вот она была я вот не помню даже как она называлась на короче говоря именно про этот пароход так что можете посмотреть мы туда поедем то думал что за прокатимся да то есть мы а мама нас просит прокатиться дальше налево по набережной до ночь камера у нас саде продолжает работать это веселит это радует хорошо но сейчас вы видите знает на правой стороне самые богатые апартаменты самые богатые дома в городе самое золотое место как ярославль у нас ложка набережная даже как в костроме все дома которые около воды то есть и здесь вот такая тоже своя набережная налево здесь всякие разные красивые деревья дико такие очень экзотичные вот на левой стороне и вечерами их украшают как бы видит такая смотрите какая красота гирляндами украшены вот эти деревья а какие деревья не знаешь название не помнишь и нет не знаю но это типа из семейства сосновых это не они которые такими красными шишками покрываются, красными цветами. Нет, 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 другие. Это, которые мы сегодня видели около музея, нет. Вот прямо у этого бордюрчика, барьерчика на набережной я фотографировался, когда только что сюда приехал. Есть такие фотографии, я их тоже показывал в своих роликах. Вот, это был 90, конец 98-го года. Да, когда-то вот эти деревья украшали вот гирляндами только на Крисмас, а потом как-то по желанию вот жителей города решили оставить их навсегда. И включают их только в вечернее время дня. Ну, и, конечно, создают они особую атмосферу, и так празднично все это выглядит. Вот там, я не знаю, там не показать, может, там краем глаза вы видели с другой стороны залива, там очень красивое зрелище. Вот я вам просто покажу, вот так вот заедем, посмотрите. Я не знаю, видно или нет, посмотрите, сколько огней с другой стороны. Вот там порт, слева мы видим порт с кранами, грузовые доки. Здесь их, конечно, сейчас не видно в темноте. С другой стороны вот такая полоса огней идет, это вдоль фривея, по которому мы сегодня вот ездили, тоже я снимал, в общем-то, везде каждую свою поездку я снимаю. И вот огни рассыпанные, как будто по небу кажется. Это вот огни, которые, огни районов, которые располагаются прямо на склонах холмов. сейчас поедем дальше. Сейчас поедем дальше. Да, здесь находятся очень богатые апартаменты людей, которые тяжким своим трудом, скажем так, за жизнь заработали миллионы, просто миллионы долларов. Вот, большие деньги. И вот они живут под старость лет своих, поселяются здесь, на берегу вот этой бухты, на рентал-парэйте. Продают богатые дома, чтобы купить апартаменты именно им в этом месте. Да, многие даже продают свои частные дома, большие, многоквартирные, многокомнатные, многоспальнивые, многобедрумные, для того, чтобы купить один большой апартамент здесь вот, на берегу нашей бухты, да, на рентал-парэйт, скажем так, да. Здесь также извилистая дорога. Так, да. Вот если кому-то будет интересно, что у нас такой за интересный свет в машине, это у нас просто под ногами лежат два фонарика, цветные, мамы красные, у меня там желтые. Разного цвета, одинаковые фонарики. Мы решили поэкспериментировать с освещением, как оно будет смотреться. Мы сейчас едем по этой же нашей набережной, которая соединяет, эта дорога соединяет ориентал-парэйт, вот этот вот богатейший наш район, да, с райончиком под названием Келбёни. Келбёни. И там стоят на приколе яхты, которые вот мы сейчас с мамой хотим посмотреть, они вообще освещены там чем-то или нет. Как они на воде вообще стоят? В темноте я никогда не видела их. Да, вот сейчас, значит, посмотрим, как это все выглядит. Обычно в такое время мы дома находимся. Да. Если повезет, увидим каких-нибудь опоссумов, если они бегают. Может быть, да. Здесь может такое быть, когда ночью гуляют опоссумы, или... Перебегают дорогу. Перебегают дорогу, да, в таком плане. Ну, это как зверек с размером с кошку. Ага. С хорошим мехом. Да. Из этого меха шьет. Ну, опоссумы, да. Замки, жилетки. Очень хороший, хорошо как-то носится. Вообще любят его в мире. Так, ну вот, друзья мои, мы сейчас опять выезжаем. То есть в обратную только сторону попадаем на Oriental Parade. Вот, я надеюсь, вы видите кусочек хотя бы сити, который сейчас слева, ой, справа от нас. От нас, да. Великолепие вот этого вот ночного города. Просто маленький Нью-Йорк, как я всегда называю. Веллингтон, это маленький Нью-Йорк. Вот наш маленький Нью-Йорк. Мы сейчас едем по направлению к нему, да. И вот попробуем сейчас прокатиться вот по этому прямо городочку нашему, там по сити. Вот освещенные деревья, как красиво выглядит. Вот, пожалуйста, освещенные деревья. Здесь какой-то вечный крисмос у нас просто происходит. Вот. И, конечно, Веллингтон вечером, ночью выглядит совершенно иначе, чем днем и утром. То есть это, конечно, свой колорит, свои цвета, свое настроение дает вот это зрелище. Очень красивый наш, удивительный, экзотический, маленький, по сравнению с Мельбурном, скажем, Сиднем, Москвой, город, да. В нем совсем другое настроение, совсем другие, как бы, порывы души, совсем другие воспоминания, впечатления и так далее. Ну, всегда вот есть, Дима, вот, я бы добавила вот так вот, Веллингтон-мое почтение. Вот правда, Дима, Веллингтон-мое почтение и уважение вот к этому городу. Вот никогда не бывает стыдно за город, никогда не бывает в какое-то место попал и тебе хочется отвернуться, тебе брезгливо или тошно, не хочется смотреть или не хочется видеть. Никогда. Как-то вот за любым поворотом вот глаз радуется, вот радость, радость для глаз. За любым поворотом, на любой улице, далеко от центра, недалеко, везде порядок, уважение, чистота, приятность, какая-то самодисциплина и самоуважение. Но никуда от Веллингтона это не убрать. Вот сейчас прямо у нас по курсу, с левой стороны будет кинотеатр за поворотом, называется он Embassy. Он функционирует еще там? Должен функционировать. Да. Это кинотеатр, в котором проходила премьера Властелина колец, Lord of the Rings, Fellowship of the Rings, of the Ring, в общем, Братство кольца. В 2000, по-моему, первом или втором году была премьера. Здесь собралась огромная, немыслимая куча народу. Со всего света приехали, включая актеров, поклонников, съемочную группу, режиссеров, приглашенных гостей. В общем, тут были телемосты, огромные экраны установлены, ковровые дорожки, Кадиллаки, Роллс-Ройсы, и что там только не было. И вот, и мы были на премьере, да, вот сейчас просто вам так скользь покажем, но на бок там нельзя камеру повернуть. Вот на сейчас это вот место, где прошла первая мировая премьера Властелина колец. Вот козырек слева, вот где зеленый светофор с другой стороны, вот козырек темный, и вот на этом козырьке вот это кинотеатр Эмбоси, прямо сейчас мы на него проезжаем. А что-то он заколоченный, слушай, там есть что-то, нет? Сейчас вот объедем здесь. Вот у этой статуи королевы Виктории, я фотографировался в 98-99 годах, было такое дело, значит, в ту сторону мы не поедем, потому что мы оттуда приехали и вам уже показали эту дорогу. Мы сейчас развернемся и поедем по улочке Кортни Плейс, которая называется. Кортни Плейс это местная Мекка, это студенческий, не студенческий, так и молодежное место, молодежно, вся молодежная тусовка находится там. Там находятся и кинотеатры, и театры, много всевозможных представлений, это место действия уличных музыкантов, там находятся всевозможные кофейни, забегаловки, ресторанчики, какие-то уникальные секонд-хенд шопы с какими-то уникальными андеграундными штучками. Это вот душа и сердце нашего города. Да, ночного века. То есть у него как бы есть два сердца, в общем-то, хотя может даже несколько, смотря какую градацию тут наводить. То есть Кортни Плейс это улица, которая оживает к ночи, поэтому я и поехал в общем-то сейчас вечером поснимать ее, посмотреть, что там. Может быть сейчас увидим тусующиеся толпы, хотя бог ее знает, может быть там вообще никого нет, я не знаю. Но обычно эта улица очень оживленная, сегодня как раз, сегодня как раз суббота и вечер, и сейчас должны просто толпы шнырять там. А может быть начнется позднее, но по крайней мере мы покажем это. Это вот такое, это вот где представление всевозможное происходит. А тут все в 10 часов тут самая такая перформанс в 10, ну короче, полуночи, ну вот мы поворачиваем сейчас прямо на Кортни Плейс. Вот девочки переходят там дорогу и вот написано Кортни Плейс, если вы видите на... Тима, покажи вот эту скульптуру, а? Мам, я не могу ничего показать, я не поворачиваю, камерами не повернешь. Да, здесь просто мама просит показать скульптуру, скульптура изображает, изображает в общем камеру, стоящую на высоком треножнике, но это... Ее поставили, когда вот эта премьера была. Ее поставили после премьеры «Властелина колес». Вот начинается этот район. Вот здесь, ребята, тусовка, люди тусуются в ресторанах, в кабачках, в кафешках, здесь всевозможные фастфуды, вот кебабы и в общем-то вот это все в огнях, все это вот в такой тусне происходит, такое маленькое уютное местечко, не очень сильно большое и такое весьма кайфовое. Народ всевозможных калибров и видов здесь ходит. Вон ребята сидят там, ага, кто-то там маор какой-то чешет на гитаре. Вот. Здесь вот гитаристы, флейтисты, кого-то только нельзя найти. колоритных людей можно встретить. Здесь можно встретить бомжей, спящих там где-то там как в Нью-Йорке, там где-то в общем в таком плане. Оп, ничего себе, дорога закрыта. Так, нормально. Если дорога закрыта, как мы туда? А мы там туда получается, что не проехать. Ничего себе, это как вообще? Кавазаки, Кавазаки. Мы еще днем ехали, здесь какая-то тусня была. Да, Кавазаки. Вот это вот, по-моему, фургон впереди стоит, который Кавазаки, где написано. По-моему, там была съемочная группа, что-то снимали. Может быть, да. По-моему, вроде как. Хотя, может быть, я ошибаюсь. Часов в 10 где-то вот в этом районе, в маленьких улочках выползают проститутки. Ага. И вот эти вот, которые переделаны, это... Трансгендеры всякие. Трансгендеры, да. Ага. Это вот... Вот я, кстати, не понимаю, почему перекрыто движение. Может быть, там какой-то перформанс или что, я не знаю, чем. А может, просто ремонтируют дорогу. Китайский ресторан Дракон, Драконы. Я не планировал, конечно, поехать сюда, ребята. Нас немножко отсекли. Да. Мы планировали, я планировал поехать прямо. Вот. Не планировал, что так вот у меня там дорога будет закрыта. Ну, видимо, там действительно что-то происходит. Кто-то орет где-то, что-то там, в общем... А может, там так поют? В лопли тарзанов каких-то раздаются. Может, нам поют. Not in service, вот. А вот это что, мама, тележка спереди на автобусе? Что это такое укреплено? По-моему, помогают инвалидам? Нет, велосипедисты. А, понятно. Спереди на новозеландских автобусах здесь укреплены тележки. Вот такой рычаг. А, это, короче, рэк, это специальная держалка для велосипедов. То есть, если какой-то велосипедист хочет попасть в автобус, он вешает свой велосипед, да? Да. На него спереди, а сам садится в автобус. В Австралии даже близко, никто такого не слыхал. Это удивительно. Такая вот разница, разница между, между, Новозеландией и Австралией. Ну, это очень удобно, да? Такого там нет вообще. Для велосипедиста проехаться самому в автобусе и не надо специального места внутри автобуса для велосипеда. Ну, да, да, да. Отдельный такой рычаг, где это все установлено. И там что-то до пяти велосипедов. Ага, молодежь ходит с вайпами, ходит и дышит. В общем, из них там клубы дыма вырываются, вайпы, в общем, у них вот эти вот электронные сигареты. Ну, вот. Так что, ребята, да, в общем, такое дело. Мы с вами находимся где-то в боковой улочке. Где-то застряли мы с вами немножко. Чуть-чуть. Ну, ладно, там проедут. Чуть-чуть застряли. Выключим там пока. Как-то везде полно народа. Значит, это мы находимся на пересечении чего-чем? Следующая улица. Это уже следующая улица. Тори. А, это Тори-стрит. Значит, вот эта улица пока-то вон двухэтажный автобус проехал. Интересно. Вот это я удачный, что я его заснял. Мы едем, мы сворачиваем с Тори-стрит на Уэйкфилд-стрит. Такая улочка. Да. И до воды здесь 50 метров, 56 метров. Да, вот прямо там, где желтые фонари, сейчас только что на красные переключились, там буквально вода, там набережная. Вот офрант. На поворот делается. Но, да, к сожалению, вот в темноте не видать сейчас. Но зато в темноте видны другие интересные всякие вещи. Подсветки всякие интересные, инсталляции. любуемся заливом, уже водой. Да. Ну, как непременный атрибут этого пейзажа дневного это вода, залив. А сегодня вечером мы снимаем, воды не видно, но видно внутри города, что происходит. Как по улицам люди ходят, рестораны, где оживлено, неоживлено. Да. Мы можем из машины наблюдать, много народу в кафе или нет. Потому что кафе гудит. Да, так что. То есть, уже другая жизнь. Сворачиваем сюда аккуратненько, попадаем на Уэйкфилл-стрит. Здесь находятся всевозможные офисные здания, билдинги. Значит, вот парковка, пожалуйста, что? Элли Бёрд. Если раньше всех приехал, 20 долларов за день платишь. Насколько я понимаю. Или за час. Надеюсь, что не за час. Но куда сейчас нам с тобой лучше поехать? Где можно будет проехаться через... налево, чтобы вернуться на Кортни Плейс? Вот по этой улице мы можем... Видишь, машины туда едут. Давай за ними поедем. Налево. Я сейчас вот прямо... Мы имеем возможность повернуть или нет? Я смотрю, там стоит автобус. Нет, давай... В общем, давай, наверное, знаешь, наоборот. Попробуем с другой стороны подъехать. Сейчас мы пройдем сюда, вот мимо библиотеки. Вот. И, может быть, завернем назад. Я не знаю, может, у Рэллои-стейшн, может, где-то. И, короче, проедем через Сити. Через Корт... Через Лэмптон Кей. И будет немножко попозднее, побольше народа прибавить. Да. То есть, вот Кортни Плейс, она является такой, как бы, андеграундной, театральной, такой... Тусовкой. Тусовкой молодежной, где вот забиваются стрелки, встречи, и всякое разное такое назначается, где народ просто оттягивается, отдыхает. Это такой развлекательный центр Веллингтона. Вот это здание, это не библиотека, случайно? Нет, библиотека. Это не библиотека, Странное такое здание, которое... Как концертный зал. С металлическими пальмами, это не это здание? Нет, это концертный зал. Это концертный зал какой-то, хорошо. Да, вот большой, красивый концертный зал. Майк полосок. Вот стоит такой ряд завитушек, таких новозеландских, интересно. Да, а вот библиотека будет направо тут. Вот с интересной инсталляцией, мост такой сверху. Вот. Давай попробуем, я не знаю, где у нас, Кортни, этот самый? Нет, поехали подальше, еще проедем. Мы сейчас можем доехать до вокзала, развернуться там где-то и покажем парламент, и посмотрим, есть освещение у кафедрального собора или нет. Ну, тогда, может, ты мне скомандуешь, куда ехать-то? В общем, прямо-прямо-прямо, и уже, чтобы у нас вокзал... И там еще дальше прямо ехать, по-моему, да? Ты знаешь, надо еще здание вокзала показать, может быть, тоже освещено вечером. Ага. Едем в сторону вокзала, и там где-нибудь развернемся, и у нас тогда получится, что и парламент покажем, и вот этот кафедральный собор, как он выглядит вечером. Вот здесь тоже концертный зал, где-то вот здесь. Да, здесь тоже всякие перформансы проходят, представления, выставки. Это справа от машины, справа от нас остается. русский, значит, балет на коньках, вот, да, тоже всегда здесь. Вот она, ТСБ-арена, это большой, громадный выставок, концертный зал, очень большой. И там проводятся, китайцы проводят фестивали индусы. Я очень люблю на индийские фестивали эти ходить. В октябре месяце, в 20-х числах, раз в году проводят здесь индийский фестиваль. Как мне нравится туда ходить, как я люблю, когда индусы поют, танцуют. Ой, я прямо с ума схожу по этим вот концертам один раз в году. и вот, Дима, ведь в самых маленьких районах везде, везде, везде существуют студии, значит, общество создаются. Нам сейчас, не сейчас, а нам дальше, ага, понятно. Где разучивают искусство индийского танца. Люди разных национальностей, из разных стран объединяются любовью, притяжением таким к индийским танцам. И раз в году они делают представления. Полный зал народа, полный зал народа. И так их хорошо всегда принимают. И я, я могу там вообще пропадаю, лишаюсь всего, мне уже никого не надо, мне ничего не надо, ни еды, ни воды, лишь бы только вот смотреть, смотреть. Я прямо пропадаю там. Один раз в году, в конце октября всегда проходит такой фестиваль. Это у нас идет справа, вокзал. Здание вокзала. Да, мы сейчас повернули это здание вокзала, было, да? Перед нами прямо вот парламент с развивающимся флагом новозеландским. Вот это парламент. Здание парламента, смотри, оно не освещено оказывается вечером. Удивительно, почему должно быть освещено, да? Здание парламента. Что оно должно чем-то выделяться. Очень странно. А собор, ты имеешь в виду, который что-то дальше ставит? А он где-то рядом, вот нужно за него проехать, за парламент, и мы где-то, вот он по этой улице и будет. Это уже район Тондон называется. А вот с правой стороны это вот здание вокзала. Угу, угу. Здание вокзала. Так мы сейчас прямо едем или поворачиваем? Прямо поедем. Прямо поедем. Где-то, может быть, увидим это здание кафедрального собора. Подожди, там, по-моему, написано на entry, что-то странное написано. Стрелка указывает прямо, а написано, по-моему, на entry. Вот знак, я не понимаю, может, это для автобусов только вот это вот. Ну, давай посмотрим, машины заворачивают туда или нет. Нет, вот не видно. Это заворачивает на... Кафедральный собор за парламентом. Потому что здесь в Велингтоне есть такая особенность, что... Есть такая особенность, что заворачив... Что есть улицы с односторонним движением. Так, ну мы можем, в принципе... Ты куда хочешь? Вот здесь... А, здесь нельзя заворачивать, смотри. Ага, ну смотри. А, нет, вот тут можно заворачивать. Ну, давай, если... Ты хочешь туда или не хочешь? Ну, давай, так, попробуем. Куда? Завернуть? Направо. Вот это уже... Давай сделаем попытку найти этот собор. То есть вот мы сейчас выяснили, что парламент не освещивается. Не освещается вечером. Вот парламент виден впереди. Это такой... Какой-то улей такой... В форме улья, как... Его называют Бихаев, как-то что-то такое. Да. Мы сейчас влево, вправо повернуть или прямо ехать? Ну, вот прямо. Вот прямо поедем. Там, по-моему, Тирос. Там выход на Тирос дальше. Мы сделаем круг вокруг и... Ну, круг как бы на соседнюю улицу. Попробуем кафедральный собор этот поискать. Очень странно, что парламент темен, не освещен. Я прямо удивилась, Дима, я прямо удивилась. Вообще темное здание. Вот он прямо перед нами сейчас. Я не знаю, видно его там на записи. Нет? И это здание еще интересно тем, что... Флагшток освещен. Это единственное здание в мире, где была новейшая технология применена на фундаменте. Оно стоит на резиновой подушке, это здание. На резиновой подушке. Это на случай землетрясения. Да, во время землетрясения оно просто там вибрирует как-то. Оно покачается и останавливается. Но ничего с ним не происходит. Вот. Это вот затирас налево. И где-то мы сейчас круг дадим и попробуем по той улице проехать. Может получится, может нет. Дима, простые дома освещены, а парламент... Да, офисное здание освещено. Поэтому мы сейчас слишком большой круг с тобой будем давать. Ну давай, все равно, это интересно. Это вот первая улица, прилегающая к парламенту. Мы продолжаем прямо ехать? Да, здесь вроде как-то и повернуть-то некуда, да. И мы сейчас повернем, автобусы идут налево, мы повернем направо. Хорошо. Двойная желтая полоса на новозеландских дорогах обозначает, что здесь нельзя ее пересекать. В общем, нельзя... Вот мы сейчас... Видишь, это у нас Корори Роуд будет. И вот мы сейчас на нее попробуем выйти. Направо поворот. Хорошо, попробуем направо. Направо поворот, да. Дима, в темноте ты и не вдруг найдешь этот кафедральный собор. По какой-нибудь... Да, ну смотрим, смотрим. Вот налево здесь очень красивый, вот если ехать налево, буквально в 100 метрах, это будет роскошный ботанический сад. Я очень люблю этот ботанический сад в Валентонске. Очень люблю. Вот стоят дома деревянные, это колониальная архитектура местная, да. Вот где-то в этих домах, где-то по левой стороне, как мы едем. Обратите внимание, какая узкая дорога и сколько места занимают машины, припаркованные на ней. Типичная новозеландская ситуация. Вот после вот этой вывески 50. Забор, видите забор? И вот здесь живет член правительства, кто возглавляет государство. Вот здесь. Вот прямо за забором небольшой сад. Мы прямо едем? Да. И в глубине этого сада стоит дом, где живет премьер-министр. Ну, тот же, Синда Арден, что ли? Да, 4 года отсидела, все, она живет. Мы куда? Мы поворачиваем сейчас или куда мы? Сейчас нам в сторону парламента куда-то заворачивать или в сторону вокзала где-то. походу это выезд на Моторвей. Хорошо, что мы не свернули. Свернули, ну хорошо. Сейчас бы на Моторвей уехали. Этот район называется Тондон. Моторвей Саус, Уэйтстаун, дальше. Все, нам нужно сворачивать сюда, типа, вот теперь каким-то образом, чтобы выезжать уже вот сюда. В общем, у нас парламент остался с правой стороны. Дима, смотри, ничего не видно. Да, но это, в общем-то, в Веллингтоне освещен непосредственно только как бы центр города и вот его, где увеселительное заведение. Стоит только отъехать на километр в сторону, в общем, там уже более или менее темнота, уже ничего не видать. То есть обычные фонари горят, и обычное освещение не превышающие нормы. Никакой. И мы не из опор мы как-то потеряли. В какой науке? Так, здесь повернуть нам... Вот здесь. Повернуть мы можем только вот в эту сторону. Да, в эту сторону. Здесь довольно много односторонних волочек с односторонним движением здесь. Так, супермаркет хороший здесь. Я вообще этот район не помню, конечно. Нет, мы потерялись с тобой. По-кратче. Мы с вами потерялись. В общем, здесь Вейтстаун. Это дорога на Вейтстаун. Здесь нам фри-вей, выезд. Здесь вообще только в одну сторону дорога. Ну, давай как-то нам нужно забирать в левую сторону. Так, надо выключать. Пожалуйста, оставляйте ваши комментарии об увиденном. Те, кто еще не подписан на канал, исправляйте этот недочет. И, конечно же, жмите на лайк все, кому это видео показалось небезынтересным. А мы желаем вам всего самого доброго и до встречи на канале Вемиграшки.